Параметров, которые являлись, скажем так, вспомогательными величинами. Итак, на данном слайде представлено распределение среднемассовых температур и концентрации в испарительные ячейки при условии адиабатических стенок. Отсюда можно определить максимальную длину канала, при которой наступает насыщение воздуха. Предположим, при числе ренольца 50, красная кривая, среднемассовая температура потока приближается к температуре насыщения на длине порядка 13-15 калибров от начала. При этом в этом же значении, соответственно, среднемассовая концентрация водяных паров выходит, скажем так, на горизонтальную полочку. В ряде технических устройств можно использовать не адиабатическое испарение воды, а с некоторым подводом или отводом дополнительного количества теплоты. В качестве безразмерного параметра здесь выбран удельный тепловой поток куса звездочка, который соответствует развитому теплообмену в плоском канале при числе мусульта 7,54, если я не ошибаюсь. Внешний вид зависимости аналогичен предыдущему графику, единственная, меняется ситуация, если мы подводим данный тепловой поток. Далее была рассмотрена схема, при которой к влажному, скажем так, потоку добавлялся сухой канал. В сухом канале фазовых переходов не происходило и рассмотрено два случая течения теплоносителей. Прямо точно это вот левый верхний и противоточная схема течения, откуда видно, что вне зависимости от схемных решений течения теплоносителей, температуру воздуха мы можем охладить порядка 10-15 градусов Цельсия. Конструктивное решение принципиальных изменений не дает, но изменяются лишь количественные показатели. Итак, если сравнивать качественно, сравнивать рассмотренные случаи охлаждения, можно констатировать или сделать некоторый вывод, что при адиабатическом испарении, при непосредственном контакте сухого воздуха с пленкой воды, температура воздуха стремится к температуре мокрого термометра, при этом увеличивается относительная влажность воздуха исходного, что непосредственно приводит к увеличению влагосодержания. В некоторых технических устройствах это является достаточно вредным фактором. При раздельном течении теплоносителей, то есть без переноса, скажем так, классический тепломассообмена аппарат, в одном из которых потоков происходит фазовый переход. Аналогично максимальный уровень охлаждения расположен на температуре мокрого термометра, при этом не происходит изменения влагосодержания, прошу прощения, основного потока, что является одним из ключевых положительных факторов данной схемы охлаждения. Профессор из Одесского университета, ныне он проживает в Америке, профессор Майсоценко предложил и многократно запатентовал новый способ теплообмена, в дальнейшем он его назвал цикл Майсоценко, в котором к рассмотренной ранее схеме добавляется еще один дополнительный канал, по которому течет рабочий или полезно использованный воздух. Охлаждение его происходит за счет теплообмена с мокрым каналом, ну и прежний канал, он просто-напросто участвует в интенсификации процесса испарения. В этом случае теоретическим пределом охлаждения у нас будет уже являться температура точки росы, что, естественно, ниже температуры мокрого термометра. И, конечно же, относительное влагосодержание, прошу прощения, основного потока у нас не изменяется. Ну и в качестве выводов следует отметить, что теплоэнергетическая эффективность теплообменного аппарата с тремя каналами на порядка 2-3 раза превышает классические схемы охлаждения, либо непосредственно контакт с поверхностью пленки, либо раздельные каналы, в одном из которых происходит фазовый переход. Далее, второе, данный тип тепломассообменного аппарата обладает некоторой экономичностью, просто в техническом исполнении, меньшие затраты энергии, ну и, конечно же, экологическая сторона здесь тоже превышает предыдущие. Ну и, скорее всего, самым главным отличительным фактором данного тепломассообменного аппарата по сравнению с классическими фреоновыми, скажем так, системами охлаждения является отсутствие компрессоров для прокачки рабочего потока вещества. На данном слайде представлены графические данные распределения среднемассовых температур и концентрации. Ну и вот минимум охлаждения у нас... Минимальная температура охлаждения, опять же, порядка 10-15 калибров, это по влажному воздуху. Ну и разность температур на входе и на выходе полезно использованного воздуха составляет порядка 17-20 градусов, опять же, и здесь же ключевую роль, опять же, играет скорость потока или расход воздуха. Спасибо. Вопросы? Для более короткого X, если будет 10D, допустим, можно посчитать? Посчитать можно, конечно, что угодно, что угодно, но даже вот из предыдущих слайдов видно, что при малых числах ренольца насыщение воздуха наступает достаточно быстро, поэтому применять такие длинные каналы при малых числах ренольца нет никакой необходимости. на это затрачивается дополнительно механическая энергия, допустим, либо вентилятора, либо какого-то либо прокачивающего устройства. Ну, естественно, при больших числах ренольца эти каналы нужно упринять, чтобы выйти на полку насыщения. А как, скажем, влажность дорожного воздуха влияет на эффективность работы вот этих аппаратов? Наиболее эффективно, естественно, применять при жарком, сухом климате. При увеличении начальной относительной влажности у нас уменьшается разность температуры, или так называемая психрометрическая разность. Ну, естественно, в более жарких и в то же время влажных районах просто-напросто целесообразности применять данные тепломассообменные аппараты никакой нет. А в наших условиях, вы видите, где-то эффективно применять эти аппараты? В сибирских условиях? В сибирских условиях, ну, если только для кондиционирования воздуха в зимних условиях помещениях. Еще вопросы. Вашу программу можно скачать? Программа, она находится на стадии пока что проработки, верификации. Ну, скачать это не ко мне, наверное. Не можно, не можно. Нет, нельзя? Ну, она еще и не считает. Эта программа, я так думаю, она до рабочего продукта не дойдет. Все моделирование проводится в охране. Это не африон. Ну, не важно.